Помните стихотворение Некрасова? Есть женщины в русских селениях. Дальше. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Мысль интересная и правильная, но вспомнив Маршака об обычном парне со знаком ГТО, можно понять, что просто обычные человеки из России не менее интересные. Мужики я имею в виду. К слову, и те, и другие идут в КПРФ. К слову о том, что бывший член партии послал США и правильно сделал, как это сделали многие. Один, правда, решил сделать сладость и развалил СССР. Его типа дерьмократы обкарнали с расширением НАТО на восток. Я не противник НАТО, но НАТО только разрушало, не оставляя ничего взамен. А СССР строило вот два варианта. Выбирайте лучший. Я за СССР. Причем, обратите внимание, ваши дерьмократы дерьмят молодежь, которая не понимает смысла. Ей скажи, заплатим и швырнем. Так она поверит, заплатит и швыряет государство. А потом, получив швырива, думает об обратном. Что ее поимели? Таким образом, КПК, Коммунистическая партия Китая, разрулила 1989 год на площади Тяньаньмэнь. Задавил отморозков, как задавил и Гонконг. Поверьте, мысли начинаются после 40. Вот что я бы привел во внимание детям, юношам и студентам. Когда оторвавшись, вы понимаете, что лечить вас будет некому. Самый простой – показать на практике ипотеку. Вот тема. Москва. До пенсии на одну ху, а дальше на тот свет. Но время было другое. Умные фильтруют интернет. Ведь понятен принцип коммунистической партии. Коммунистов Вьетнама, коммунистов Кубы, Северной Кореи. Там бесплатная медицина, бесплатные дома или которые при строительстве вас не обременят. Уж поверьте, в течение 5-10 лет безумно лучший отдых – и это не Турция, это Вьетнам и Китай. Слава Богу. И туда, и сюда можно добраться. И на машине. Посмотрев вдоволь на Китай и на сам Вьетнам. К слову о том, что вам показывает качество коммунизма. Вот вам 30 лет. Если вернуть 38 лет назад, уж поверьте мне, я бы вернулся. Но машины времени нет. К слову, про цензуру. Цензурировать надо не КПРФ, в целях КПРФ, народ, его будущее. 10 принципов, я их перечислял. К слову о том, что у нас своя демократия. Как у каждого государства своя. И не надо всех причесывать. Главное удовольствие, а вот этого нет. В удовольствии от жизни, вера в будущее. Так дайте веру, вернув КПСС. Мы знаем, что это можно. Дайте волю людям. Россияне, поверьте, еще не все лицемеры. Мы сейчас в данный момент договорились с Челябинском. О оказании помощи многодетным семьям. В количестве 15 наборов. Ну, я не знаю сколько это. В рублях, наверное, около 25 тысяч рублей. Об оказании помощи. Мы договорились со школами. Сейчас мы участвуем в конкурсе в новом. Коридоры власти. В прошлом году мы заняли первое место. Обойдя все команды, включая Единая Россия и всякие. И говорить, что мы не имеем стажа, довольно стыдно. При том, что мы на собраниях КПРФ больше года присутствуем. Просто мы не вступали в партию. Де-факто, да, мы не имеем партийного стажа. Ой, де-юре. А де-факто как раз таки имеем. В 2012 году я создал антинаркотический комитет. Это некоммерческая структура. Мы параллельно работали, совместно работали с органами внутренних дел, с отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и с госнаркоконтролем. Он еще тогда существовал. Значит, антинаркотический комитет мы очень жестко, вот сейчас можно об этом рассказывать, да, мы очень жестко работали, мы закрывали, закрывали единственные кто, мы закрывали киоски, мы закрывали притоны. То есть на моем счету с моими коллегами больше трех сотен наркопритонов, настоящих наркопритонов, не таких вот, которых некоторые наслышаны. Вот. Вот. Около 30-40 точек по распространению наркотиков. Помните, да, у нас на каждом перекрестке, киоске стояли. Вот это вот все мы делали. Я вошел в комиссию, в специальную комиссию по экономике в городском собрании депутатов. И, ну, просто не пропускал. Вот пока они предоставят документацию, вот, на основании чего, вот такие завышенные тарифы, просто не проходили. Поэтому я стал не нужен. Вот. На сегодняшний день у нас созданная организация, правозащитная организация, в 2020 году, в феврале месяце мы ее создали, называется «Народное право». Это кость в горле нашей администрации. Ну, не только нашей, а по всей, наверное, ну, по всему нашему кусту. Народное право. Мы, у нас на сегодняшний день порядка, ну, около 10 выигранных судов. То есть к нам люди обращаются, мы на бесплатной основе им помогаем. Но по общественно важным делам. Ну, не так просто вот обратился к нам, и мы это, пошли защищать. Мы тратим свои деньги. Мы ни у кого их не берем, мы тратим свои деньги, мои личные деньги, за счет моего бизнеса. Я вступаю в партию КПРФ, мне 25 лет. All jazz. All jazz. И прежде чем начать говорить, я хочу сказать, что для меня огромное счастье присутствовать в этом зале, еще большая честь говорить перед вами. Я хочу рассказать о том, почему я вступаю в партию. Есть для этого три причины. Три причины, почему я вступаю в партию КПРФ. Первая причина будет продолжение семейной традиции. Все потому, что мой прапрадед по отцовской стороне, у Розлы, служил в кавалерийской части под командованием Блюхера Василия Константиновича, который воевал здесь, на Южном Урале, в годы Гражданской войны. Мой дед, по матери Исмаил, был ярым и убежденным коммунистом. И когда 25 декабря 1991 года, какая печальная для всех нас дата, объявили о распаде СССР, и все массово уходили из партии, уничтожали и сжигали свои партбилеты, он не уничтожил свой партбилет, и оставил его до конца своей жизни, и не вышел из партии. Второй причиной будет то, что я прочитал «Капитал» Карла Маркса, манифест о коммунистической партии Маркса и Энгельса, о происхождении семьи и частной собственности Фридриха Энгельса. Начальный курс философии, который остался в наследство мне, от моего деда Исмаила, проникся идеями марксизма и эллинизма, и считаю, что это единственный путь для спасения нашей Родины. Третьей причиной будет то, что 17, 18 и 19 сентября 2021 года я был наблюдателем от партии КПРФ на УИК-1386, где своими глазами видел слаженную работу коммунистов, их командный дух, и видел то, какую силу представляет из себя КПРФ. Для вас всех не секрет, что мы сейчас являемся свидетелями того, как гниет и умирает капитализм, его предсмертные агонистические попытки остаться на плаву, то, как он чудовищно пытается удержаться за крышку гроба, который сам себя загнал, то, как он варварски травит и грабит наш зеленый дом, в котором мы живем. И в заключение я хочу сказать, что в своей работе в партии КПРФ я буду приближать победу партии КПРФ и постройке коммунизма в нашей стране.